Так важно быть открытыми и честными со своими детьми, особенно когда речь идёт о сложных вопросах. Здесь мы узнаем, как ответить на их вопросы и поддержать их в понимании окружающего мира. Вот четыре простых шага, которые помогут вам решить любую тему вместе с ребёнком или подростком. Шаг номер один. Будьте открытыми, честными и поддерживающими. Не осуждайте своего ребёнка. Задайте ребёнку открытые вопросы и узнаете, сколько он уже знает. Всегда честно отвечайте на вопросы ребёнка. Подумайте, сколько ваш ребёнок может понять и как лучше ему это объяснить, в зависимости от его возраста. Ваш ребёнок может чувствовать страх или даже смущение. Так что дайте ему возможность поделиться своими чувствами и дайте им знать, что вы готовы им помочь. Не осуждайте. Шаг номер два. Ничего страшного, если у вас нет ответа. Если вы не знаете ответы на вопрос ребёнка, вы можете сказать что-то вроде «Мы думаем, но не уверены», «Не знаем, но работаем над этим». Мы надеемся скоро это выяснить. Давай выясним это вместе. Используйте это как возможность узнать больше вместе. И так вы сможете оба обнаружить интересную информацию. Шаг номер три. Найдите надёжные источники информации. Помните, что то, что вы смотрите или читаете в интернете, не всегда правильно. Посещайте надёжные сайты, чтобы убедиться, что информация, которую вы делите со своими детьми, актуальна и точна. И шаг номер четыре. Закончите на положительной ноте. Поговорив с ребёнком на сложную тему, убедитесь, что он в порядке. Напомните ему, что вам не всё равно и дайте ему понять, что он может поговорить с вами о чём угодно в любое время. Спросите об его чувствах. Разговор на сложную тему даёт возможность пробудить сочувствие и понимание вашего малыша или ребёнка-подростка. Для этого спросите их, какие чувства по их мнению обсуждаемая тема должна вызвать у других людей. Какие чувства эта тема вызывает у него самого.